А кем выгоднее быть? Валидирующей нодой или не валидирующей? А что значит выгоднее? Вот если я заплачу майник на своем ноутбуке, биткоин майник, это будет не очень выгоднее. Я заплачу больше за электричество. Здесь в целом расход электричества? Нет, здесь не все понятно. Вопрос, если я захотел стать валидирующей нодой, то... Валидирующей нодой надо запускать смарт-контракты. Дальше дарить к тому, что ты написал смарт-контракты. Чужие смарт-контракты или свои только? Версии, но вообще запускались все. То есть, в целом, скорее, выгодно быть с краю? То есть, быть неравидирующей нодой? Да. Здесь буквально встретились с большим дядей в пиджаках и решили, что нам нужно объединить 30 финансовых и не финансовых организаций. Это понятно. Каждый выделяет машину для этого. Поэтому здесь... А, то есть, здесь они сами решили? Мы все закупаем какие-то машины, и на них возраст. Валидирующий лидер показывает, что 3 транзакции валидируются. Валидирующий лидер соревновал порядок 3 транзакций. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Валидирующий лидер остается до тех пор, пока что-то с ним не случится плохо. Например, он себя скомпрометировал как-то или вышел оффлайн. То есть, пока он онлайн, он... Они как-то его выбрали, и он у них пытается их всех устраивать, что он лидер, что он работает нормально и добросовестно выполняет свою работу. Он остается. А среднее время, в течение которого он является, так сказать, капитаном этой команды? Пока что-то с ним не случится, он остается. То есть, это месяц его может быть? Если мы не скомпрометировали никак. Я думаю, что проект, который допущен больше месяца, по пальцу можно пересчитать. Вопрос такой, по поводу транзакций в блоке. То есть, отчет в хайпедрежере есть какой-либо принцип, по которому транзакции в этом блоке выстраиваются по черепу? Есть отношения порядка? 1, 2, 3, 4? Скорее всего, в какой очередности они пришли к вылездачу лидера? На самом деле, это не так важно, как это важно приходит. Когда мы говорим о том, что транзакция проходит за миллисекунды, то нет. Если посмотреть, то используем все ваши хайпедрежеры, то есть биржи, корректы, где собственно... Останавливается участник. Останавливается участник. Останавливается внимание. То есть, пока дадим, чтобы транзакции были в порядке? На большом количестве транзакций. Я думаю, что на поросе все-таки там уже можно говорить о сотнях тысяч транзакций в секунду. И я думаю, что такая сеть скорее сейчас не вылезет. По крайней мере, на таком консенсусе. Сейчас другой консенсус. О нем Александр, соответственно, расскажет. Ну и, соответственно, сверяются хэши. Если они все совпадают, то каждая нода кладет себе Ledger и кладет себе WorldStory. Ledger везде один и тот же. У каждого слова академия WorldStory. Вот. А теперь чуть-чуть мы переключимся с версии 0.6 на 1.0. Дальше Саша расскажет, что у нас поменялось. Здравствуйте, дядя Александр. Я проголосил разговор. Что у нас поменяется в версии 1.0? В первую очередь, изменится, конечно, алгоритм консенсуса. Что именно? У нас вот эти вот валидирующие ноды, которые говорили L.E.G., это была, в общем-то, единственная роль, которая что-то вообще не делала. Для того, чтобы немножечко оптимизировать, ускорить все это дело, были алгоритмы консенсуса, значит, был разделен. У нас когда смарт-контракт выполняется у всех, на все равно, это не всегда хорошо, потому что есть ситуации, когда кто-то не хочет делиться смарт-контрактом для того, чтобы если там организация А, с организацией В ведет какие-то дела, у них вся эта логика зашуток по какому-то смарт-контракте, зачем, чтобы какая-то организация C тоже выполняла у себя этот смарт-контракт, прогоняла этот код у себя, это может им не нужно быть. Поэтому были, значит, при достижении консенсуса, выполнение смарт-контрактов и, собственно, часть достижения самого консенсуса и изменения блокчейна были разделены на две разные вещи, два разных этапа. Значит, вот, например, такая ситуация. У нас есть здесь E1, E0, E2, E3. Это как раз узлы в сети, на которых выполняется смарт-контракт. То есть, когда смарт-контракт деплоится в систему, он деплоится не на все узлы, а только те, которые должны этот смарт-контракт выполнять. Соответственно, у нас выполняется, например, смарт-контракт А, который есть на узлах E0 и E1, и он, в данном случае, насекает. Еще у смарт-контракта есть такая вещь как политика, которая определяет, какие узлы в данном случае должны участвовать в транзакции. Вот в этом примере у нас E0 и E2 в транзакции участвуют, а E3 остается в стороне. И клиент, напрямую обращаясь к какому-то API узлу E0, говорит, что мне надо выполнить какую-то транзакцию. Что делается в данном случае? Транзакция выполняется на этом узле, и клиенту возвращается примерно вот такая информация. Значит, содержится что здесь? Какая-то ID транзакция, метод смарт-контракта, который был вызван ID chain кода, соответственно, это смарт-контракта, и набор read и write сетов, то есть это данные, которые были прочитаны, и которые надо будет записать обратно в blockchain. После этого делается запрос на остальные узлы, которые участвуют в этой транзакции. И они, собственно, делают то же самое. Они выполняют этот смарт-контракт и возвращают клиенту ту же самую информацию. После этого вся эта информация собирается в какой-то пакет и отправляется в подсистему консенсуса. Там происходит проверка. А проверка чего происходит? Во-первых, происходит проверка того, что все участники, которые должны были подписать эту транзакцию, то есть E0, E1, E2, они это сделали и подписали. Во-вторых, что на всех на них получился одинаковый результат выполнения транзактов в смарт-контрактах. И в-третьих проверяется вот еще что. Проверяется то, что все они использовали одну и ту же версию исходных данных. То есть данные у нас все время меняются. После каждой транзакции они могут меняться. что все они работали с одной и той же версией данных и получили один и тот же результат. После того, как консенсус достигается, все участники сети оповещаются о том, что была добавлена новая транзакция в блокчейн, и надо провести синхронизацию. Вот, собственно, еще раз. Что здесь случилось после версии 0.6? Разделили. Раньше у нас на всех узлах выполнался смарт-контракт. Эти узлы, общаясь между собой, приходили к консенсусу или не приходили. Сейчас у нас на одних узлах смарт-контракт выполняется, другие узлы. Другая подсистема, собственно, принимает результаты транзакции. Если да, записывайте ее в блокчейн. Если нет, то транзакция не выполняется. Деливизеры не во все узлы. Как это я понимаю? Да, данные я не во все узлы. Вообще, наверное, все равно я не представляю, как его можно развить. У нас был отдельный дискусс вчера. На самом деле это пока нигде не пройдет. Написано, что чейн один будет. Чейн один целый, но он должен деливироваться. То есть смарт-контракты с ключами, они только на индоксерах. А чейн один и общий. Скорее всего, стейт не выполняется. Но чейн так и остается. И поэтому деливирование на все он будет. Запутываю. А вот данные открыты и получили? Нет, это все данные. Для финального варианта в блокчейнде это данные, которые уникли давно. Вопрос, у кого есть такие ключи. Это, грубо говоря, мне несколько раз на обсуждение металлогой транспорции задавали вопрос, а что сделать? Если у меня система блокчейн, я всегда мне все продал, а еще потерял все ключи. Уже никак. Поэтому нужно, когда ты обсуждаешь систему блокчейн, ты должен понимать, что ты создаешь систему, в которой ты, с одной стороны, не доверяешь участникам, с другой стороны, ты согласен, что твои данные будут лежать где-то еще, но их невозможно будет расшифровать. Это нужно в голове уложить и это понять. Я думаю, что данные все-таки хранятся у каждого свои, но блокчейн это цепочка блоков, в которых записана транзакция. Каждый следующий блок имеет ссылку на предыдущий. Хранит его хорошо. Я не представляю, как можно это развить. Чейн не развивается, а данные? Да. Я говорю о чейне. Я говорю о том, что именно чейн доставляется на все выборы. Данные хранятся только у себя. Более того, что каждый смарт-контракт имеет доступ только к тем данным, которые сам создал и записал. Одним смарт-контрактом читать данные другого смарт-контракта невозможно. Я не могу смарт-контрактом сослаться на предыдущую транзакцию? А что значит сослаться на транзакцию? Была контракция. Если транзакция была произведена в случае, то его смарт-контрактом вообще нет доступа к блокчейнам. То есть он читает блокчейн, историю, смарт-контракт не может. Для этого есть отдельные инструменты. Все данные берут с как-то смарт-контрактов. В общем, типа, когда я записываю смарт-контракт, я должен был поставить там все данные. А как так, что в эфириум, который возник два года назад можно обращаться к блокчейну, а Hyperledger, который сейчас возник, обращаться к нельзя? А зачем? Погодите. Получается чейн как база данных, да? В эфире довольно много всего можно делать за блокчейну. У тебя есть moral state модель. Для того, чтобы смотреть историю транзакции… А moral state умеет обращаться, да? Да. Если твой moral state на твоем ноде неконсистентен… Да его нужно подгрузить. Его нужно пересчитать. Если постоянно пересчитывать сам леджер, то перформанса не будет никакого. В moral state это обычная база данных. 0,6 это ROSDB, как сказал он уже. То есть ROSDB это просто набор данных. Ключ значений. У нее при всей своей простоте она обладает массой ограничений. Например, затрудняется поиск данных по этой базе данных. То есть все равно все пишут. Ключ значений это JSON. Можно получить данные только обратившись по ключу. Вот примерно диаграмма, которая показывает примерно то, что я сейчас сказал. У нас есть подсистема консенсуса. У нас есть индорсеры, на которых выполняется смарт-контракт или клиент. Сначала он выполняется, делает запрос на каждый требуемый узел, выполняет смарт-контракт, потом результат отправляется в консенсус сервис после того, как происходит проверка результата. Результат комиссии удовольствия. Стоит сам или все эти индорсеры возникло? Или это все-таки скрыто? Что-что? Ну, вот вызов от индорсных нот всех. Ты делаешь как будто все-таки внутри из молочек. Со стороны клиента? Да. Ну, с помощью какого-то SDK. То есть на самом деле индорсеры запускаются два раза. Первый раз, когда их выпускают SDK, их дергают, да? А второй раз... Не допускаются два раза. Первый раз на них выполняется смарт-контракт, а второй раз идет проверка консенсус-центра. Второе животное слово «консенсус-центр» и назвали его «концентр». И он, соответственно, потом еще повторно обращается к индорсерам для верификации того, что да, именно эта информация была вориентирована на этот момент. А в гитаре вы видите этот байк? Большая часть кода есть в гитаре. Все, конечно, это уже реализовано. В открытом или закрытом? Конечно. Просто есть... Я сейчас похоже скажу о том, как это все дело пощупать руками. Это примерно то же самое, но с другой стороны. У нас есть батч каких-то... Батч — это, собственно, результаты выполнения транзакций. Они рефицируются, не прошедшие транзакции выбрасываются, и записываются в результате будущего. Так, по поводу хранения данных. Сейчас у нас используется в версии 06 ROXDB, как я сказал, это пары ключ-значения. Сложно осуществлять поиск данных, потому что доступ к данным только по ключу осуществляется. Соответственно, поиск данных можно сделать только на уровне средствовых смарт-контрактов, поиск данных. Соответственно, не хранится история. Изменение этих данных сложно производить аудит, ставить какую-то отчетность. В версии 1.0 сейчас будет использоваться документоориентированная база данных по HDB. В ней и в данные представлены в виде отдельных документов, у которых есть IT-шник. И содержимое этого документа представляет собой в данной формате JSON. есть удобный способ осуществлять поиск, задавая какие-то параметры поиска по отдельным полям. И в будущем есть планы на отключение SQL. Поэтому, скорее всего, будет не база данных, скорее всего, будет SQL. Может быть. В общем, SQL потенциално. Так. Вы тоже похожи по HDB. Там соответственно, да, там не в открытом. Если не доступны, то не будут участники. Они шифруются. Они шифруются. А как именно распределять, кто именно доступ к ограничению, как доступ к решению? А это отвечает на membership-сервис. На membership-сервис. На membership-сервис. Как попробовать сегодня можно хайпер-леджер? Ну, это, конечно же, наш любимый Bluemix. Что значит, что такое Bluemix? Это облачный сервис, в котором можно… Это значит, что такое CloudFamily. В Bluemix наследний CloudFamily. Да. Ну, про Microsoft Azure, наверное, все думают. Хиропу. Это… 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 Лучше. Это по… Значит, у Bluemix есть возможность разработать сервис blockchain. Сейчас там залита версия 0.6. Соответственно, что-то у вас получается разворачиваются 4 валидирующих нода и membership-сервис 4. Почему? Потому что требования алгоритмов Bluemix минимум больше того, что 0.4. Ну, а там версия 0.6. 0.6, я сказал. Да. Значит… Вопрос. Да. Вопрос, который возникли в 2, на самом деле. Вопрос такой, наверное, очень простой. А что-то практически уже написано в 0.6? Ну, только пилот. Только пилот. Только пилот. Но сейчас есть, да. Там есть свои проблемы. То, что, допустим, ноты не дают. Но он есть, мы допускали. Мы можем сейчас… Нет. В смысле запущенный. А что там? А… А… Пилот пилотный есть. Продавшим систем нет. А вот 0.6 опять-таки он поднимается и разворачивается достаточно устойчиво. Единственное, что есть ограничения. Сейчас в 0.6 не поддерживается динамическое изменение конфигурации. То есть, вот сколько задали, много – столько работает. Нельзя не добавить, что нужно сделать. Александр, вопрос. Как планируется релиз первой версии? Много ли отличий будет между версиями? Про отличия я как раз сейчас говорю. Это в основном… В основном. Это в основном. На теоретке консенсуса. А выпущен, запланирован март-апрель, по-моему, и по road map. Ждём март-апрель. Хочется ещё раз услышать ответ на вопрос, почему в России сейчас… Вопрос, что вы думаете о том, насколько скоро они собираются тестировать именно Hyperledger? Ну, я знаю, что мы помогаем некоторым компаниям. Да, вы помогаете некоторым из этих компаний, которые входят в интерн. Ну, я, наверное, расскажу. Да, я думаю, что будет у нас отдельно. Мы про договора и вообще не трон, мы чистые технологии. Ответ на этот вопрос, видимо, в том, что, соответственно, члены консорциума смотрят на то, чтобы воспользоваться Hyperledger, когда разрешится ситуация с криптографическими функциями. Как будто важно, как будто это не очень важно. Не только финансовые организации смотрят на blockchain. Если не финансовые, то уже проще закон. Проще. Так, возвращаясь к вопросу, как можно это все запустить. Локально можно запустить, значит, существуют собранные имиджи для докера. Их можно выключить. Написать несложный, примерно такой докер-компост файл. Если хочется пощупать исходники, самому собрать, тут есть, опять же, вариант. Можно воспользоваться программом. Hyperledger представляет тоже образ виртуальной машины, в которой уже установлены все необходимые инструменты. Это и Wo, и Docker, и все, что надо для того, чтобы эту фабрику собрать и запустить. Собственно, наверное, все. Вопросы? 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 По фикс-генереям, что вы можете сказать, поддерживаться и уплотать свои предприятия? Вы имеете ввиду написания смарт-нодраку? На финансовой отчетности. На самом деле это больше для нас системы. Создание финансовой отчетности — это задача регуляции. Реклата на своем уровне должен написать смарт-катак, который будет, единственное дело, он будет получать слепки данных по времени, в определенный момент. Соответственно, в чем он будет формировать, это уже их задача. То есть это фабрика. Это фабрика, это механизм, в котором можно сделать финансовые, не финансовые вещи. А что будет накручено сверху, абсолютно не важно. Внутрь откручиваться должно на голову. Не обязательно. Если мы говорим о смарт-контрактах, то сейчас есть Java, JavaScript. Если мы говорим про SDK, то есть взаимодействие извне, сейчас есть полноценный Node.js, SDK. Есть еще Java, SDK и Python, SDK. По-моему, они еще немного по функциональности. Ну и, в конце концов, смарт-контракты наружу смотрят endpoints. И спокойно можно их дергать. Смарт-контракты? Да, они должны быть обязательно ограниченными. Какая ограниченция, не знаю, но это обязательно условие. Ну да, бесконечный цикл можно засунуть? Нет, нет, нет. Вот здесь, наверное, когда возвращаются результаты, с каждого узла, на котором выполняется смарт-контракт, то есть проверяется не только одинаковость, но одинаковость результатов — это второй шаг. Первый — это то, что смарт-контракт действительно выполнился, и там не зависли, что-то не случилось. Нет, нет, нет. Ну а… В один-ноль будет работать. В один-ноль мы должны получать. В один-ноль мы должны получать. В один-ноль мы должны получать. Нет, здесь нет. Алгоритт-консенсуса работает после того, как мы получили все результаты со всех нодов, которые выполнены со слабым. Как если их там 5-ноль разрешают? Значит, транзация не пройдет. То есть механизм консенсуса происходит вот здесь. То есть вот происходит выполнение нэндоксера, а потом полученные результаты, то есть наборы данных, передаются в концентр. И концентр уже повторно запрашивает валидацию, ну, не запуск, я не знаю, он проверяет, где наборы данных, и они получены на этих нэндоксерах. Если нэндоксер говорит, да, что эти наборы данных от нас, тогда мы говорим, окей, значит, вас там уже допустили, у вас все нормально. То есть за счет этого снижается нагрузка на концентр, основной часть ноды. То есть концентр должен посчитать, сколько голосового за результат? А ему приходят на наборы данных. У него есть политики. Политики прописывают, что всего там 3 эдворцера, и должно 2 и 3 голосового. Сколько политика именно? Сколько должно голосово оставаться? А это конфигурируется. Политики вместе со смарт-этрактором загружаются в политику. Какие ноды должны выпускать, и сколько? Это для него заповедливо. Ну а ограничения выполнение контракта и как не реализуются? То есть это может быть противника для механического операции, выполнение контракта, и довольно-таки. Я не знаю. с каким-то активами. Вы выполняете смарт-контракт, я выполняю смарт-контракт. А как это? Нет, это не зависит от этой среды. Почему? Мы отправляем наши результаты. Вот здесь много новых. Здесь концентр состоит целая процента. Они между собой уже договариваются. То есть контракта этого нет. Активные результаты. Они проверяют. А если следы выполнение, контракты нет. То есть если два выполняют, то следствовать. Понятно, что если всех эндорсеров поймать или подменить, то данные можно подменить. Но вопрос о том, что нужно иметь ключи записью, достаточно сложно эту систему выполнять. То есть нужно взломать всех эндорсеров, нужно взломать много больших сервис, нужно иметь всех ключей авторитенции, потому что концентр тоже проверяет все ключи. Были ли они подписаны эндорсерами, но, кажется, на этом как вы все это проверяете? То есть можно конкретно знать, что это независимо от следа выполнения. Да? Да. Здесь указывает эндорсер, а следа выполнения. Но вопрос на то, что если два, у нас по эндорсерам? Да, пожалуйста. Как будто макро-контакт был загружен. Мы, я и еще кто-то договариваюсь, выполняем совершенно большой пункт. Хотите обмануть? Ну да. Проговоримся по результатам взаимого на конце. Эндорсеры это лица, которые заинтересованы в этой транзакции. Если всего два эндорсера, значит, есть два участника. Если вы обманулись, то вы будете обманывать друг друга. Остальное просто неинтересно. В этом случае, макро-контакт не имеет вообще никакого как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, то есть, я себе не представляю, вот почему, когда будет всего два этапа. Очень много, вот сами говорили, что если две компании обмениваются, какими, там, транзакциями, да? с металлической, там, 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 ничего. Если вы хотите с этим предатьем по 무�ям, по тем, Поделитесь этим смартфоном.